Вот. Хотел познакомиться с вами. Меня Роман зовут. Православный. Из города Мурома. Давно ролики ваши смотрел. Очень нравятся беседы духовные. Хорошо. Вот. У меня такой вопрос. Знакомый, но неверующий попросил. Я ему про вас рассказывал, что вы были мертвы. Сколько? 30 минут? Я не знаю. Не засекал никто. Люди в панике бегали. Говорят, ну 20-30 минут. Не знаю. Вот. Просто он говорит, через 7 минут мозг как бы умирает. То есть это, ну, не верит в это. То есть такое невозможно. Ну, для неверующего, конечно, невозможно. Все возможно верующему. А что, как ты докажешь, если он не верит? Пусть не верит. Это для верующих, я говорю. Понятно. И после травмы мы сразу уверовали в Бога? Или как? Я всегда в Бога верил с рождения. Понял, понял. Я вот тоже, вот как уверовал. Ну, и верующим тоже, можно сказать, всегда был, но таким. То есть до Бога не было никогда никакого дела. А вот где-то в 24 года уверовал. Можно сказать, через Игнатия Тихоновича тоже. Вот. И во мне тоже загорелась вот эта проповедь, миссия. Тоже вот стараюсь таким вот заниматься. Видели, может, канал у меня? Там я через музыку, можно сказать, вот так. Времени мало. Мы скоро умрем. Что тут мы посеем, то там и пожнем. Где подали руку, а где прошли мимо? Ведь за это как раз мы и будем судимы. Кого мы любили и кому мы служили? Кого на грех толкнули и кого остановили? Скоро же в могиле мы все будем лежать. Смерть идет за каждым и от нее не убежать. Позаботимся сегодня, какими предстанем перед Богом. Во всем мы согрешили, нужно каяться во многом. Исправим все дороги, что отводили от Христа. Он пришел не купить, а грешников спасает. Закупим все Илея у слепых, ромых и нищих. Будем же мудрыми и поймем суть притчи. Придет жених, будем готовы к встрече. На кану у нас стоит с вами целая вечность. Слышал песню, мне понравилось. То есть как вы смотрите? Можно через такое людям доносить? Конечно. Господь в музыке славится. Мы об этом читаем у Давида. Он писает, как славится Господь на тимпанах, на трубах, на гуслях. Песни, они же подразумевают слова. То есть слова сложены в такое сплетение. Конечно же, все это слава. Все же это слово, это живое слово. Понятно. Хорошо, будем дальше продолжать. Потому что даже тоже мне писали. Ну, плоды есть. Человек писал 21 год ему. Говорит, вот я не верил, а после просмотра ролика вашего пошел, в храм начал ходить, изучать Слово Божие и так далее. Ну, а от чего другого? Как? Все же происходит. Любая вера, любая уверенность, можно сказать, происходит от Слова. Человек же, прежде чем что-то обретает человек, он получает знания о том, что ему нужно. Правильно? Не пойдешь же, пойду туда, не знаю, куда возьму, то не знаю, что, да. Человек получает сначала информацию, а потом начинает свой поиск. Вот. А в поиске уже обретает то, во что он верил. Апостол Павел говорит, что верил – это уверенность в невидимом. То есть ты не видишь, понимаешь, и веруешь. Вот и по вере твоей тебе дано. Ты обретаешь по вере по своей. Человек, такого не бывает, чтобы человек верил, не получил. Такого просто не бывает. Ну, естественно, верить в реальное надо. Нельзя же верить в изобретение там вечного двигателя, машины времени. Но это нереально, это же закрыто Богом даже. Ну да. А скажите, вы себя вот когда умерли… Вон, да ты на «ты» можешь. На «ты» можешь. А, хорошо. Понял. Ты вот видел себя со стороны, вот когда умер? Я видел, да. Я рассказывал там уже много раз о событиях. Ага. Вот у меня есть такое видео, я все ролик хочу сделать такой. Я когда вот тоже, можно сказать, ну неверующим был. И вот у меня был телефон, ну как бы новый. И я тестировал видео, как он снимает видео. Это в 2008 году было. Ой, в 2009. А вот у меня в это время умер отец, и прошло две недели с момента смерти. И мы вот сидели с друзьями у меня дома. Я вот тестировал телефон, как он снимает. И проводил телефон вот, на друзей навел, потом и на проход. И в этом проходе прям видно запись, я могу вам даже в скайп прислать. Как человек, ну как силуэт, прошелся прям, прошелся. Я потом, ну, когда снимал, этого не видел. А в телефоне потом пересмотрел, увидел, что очень удивился. Друзьям начал показывать, они мне не поверили. Пошли осматривать дом, подумали, что ко мне кто-то еще пришел. Ну, Ром, ну это вообще-то первый этап убирования. Мы же понимаем, что не только материя существует, но и различные энергии. В том числе мы же сейчас сталкиваемся, ну, с электричеством, с радиоволнами, да, с различными видами волнами. Поэтому что тут удивительного? Существует, конечно, их масса, их несчетное количество миров существует. Различных измерений. Что там? Это, можно сказать, первая ступень веры. То есть становление уверенности в мире невидимом. Что там? Ну, я просто для себя, знаешь, первые полгода, вот, ну, даже не полгода, несколько лет я стремился людям, спешил рассказать. Вы представляете, я себя видел со страны. Я говорю, да, да, и все, понимаешь, и все, и раз, и прошло вроде. Я думаю, ну как, ну, ты же должен впечатляться как-то. И все, человек тут же. Это невозможно. Человек через это не обретает веру. Человек обретает чудеса, помнишь, как Господь говорил, что знамений не дастся им, кроме знамений он и пророка. Вот. Да. Потому что оно, чудеса эти, чем больше человек видит чудес, тем больше он требует. Потому что он получает вот эту дозу адреналина на физическом уровне. То есть ты видишь чудо, у тебя закипает сердце, да, и организм получает некое удовлетворение. Вот. Понимаешь, и ты этого начинаешь требовать. Это вот проводили эксперименты там какие-то ученые над крысами. Вот они ей внедрили там в мозг какой-то раздражитель, который ей гормон удовольствия постоянно раздражал. Понимаешь, то есть подходя к какой-то кнопке, она нажимала на нее и получала удовольствие в теле. И мышь перестала уже и есть, и пить перестала. Она вот целыми днями стояла и на эту кнопку удовольствия только нажимала. Вот это тоже на том же уровне. Это устройство, которое стимулирует мозг животного. Сейчас мы замечаем, как животное заинтересовано педалью. Когда оно нажмет 21 раз, оно не получит никакой стимуляции. Оно нажимает первый раз. Об этом свидетельствует лампочка. Интересная вещь в том, что стимуляция удовольствия была многочисленна. Это нечто другое, чем стимуляция от воды и еды. Потому что такая электрическая стимуляция не насыщает. И животное может продолжать часами и часами, и не насытится. Оно не начнет себя чувствовать довольным удовольствием, которое оно себе приносит. И делает это в течение долгого-долгого периода до полного изнеможения. Теперь я опускаю ток к педальке, которую нужно нажимать. Но животное продолжает нажимать, несмотря на то, что получает болезненные удары током. И крыса, желающая стимуляции, центру удовольствия, даже когда ей предлагают еду, несмотря на то, что она очень голодна. Господь не дает чудес людям, потому что от этого пользы нет. Польза есть только от слова живого. Да, соглашусь. Потому что даже после того, как вот это я увидел, все равно я верующим не стал, и никто из друзей верующим не стал. А потом вот как Слово Божие начало звучать, вот это все во мне пробудилось, можно сказать. И желание проповедовать. Мы даже к священникам напросились. Они ходили по школам, по учебным разведениям. И там они что-то рассказывали о вреде, курении, пьянстве. А мы что-то скажем о Христе, и кто желает, Евангелие забирает. И потом мы тонко так наметнули священникам, как бы вам надо проповедовать Христа. И после этого нам как бы сказали, что с нами не ходите. Ну вот видишь, потому что люди-то не духовные, люди плоские. Они ищут вот этого именно чудес. Это же вот такие номинальные православные, которые они вот сидят или в разговорах. А ты помнишь, слышал, там вот это кто-то сказал, там было такое-то чудо, там такое, там-там замироточило, там замироточило. Ах, да ты что, я вот они друг от друга, вот ты понимаешь, вот этого и ищут. Это все по плоти, это все не от Бога, эти чудеса. О них вообще и размышлят, смысла нет. Понимаешь, что через это люди-то как раз вот эти вот номинальные православные, они прельстятся. Когда, ну не то, что когда, а скоро придет Антихрист на землю, он пришел уже, он явит себя скоро в меру. И он покажет такие чудеса, что обольстит всех живущих на земле. И вот одним из этих обольщенных будут как раз вот эти вот православные, которые сейчас о чудесах говорят, ищут чудес вот этих. Ему поклонятся все с радостью большой. Он уговорит всех. И легко, легко убедит, он мастер на убеждение, понимаешь. Это будет супер, это сверхчеловек. Представляешь, он будет настолько красноречиво и убедительно говорить, и будет подтверждать это делами, чудеса, чудотворениями. Кто же не поверит? Конечно, все поверят. Ну да, у нас не хотят знать Слово Божие. Вот сейчас кружок в храме по изучению Библии хотим организовать. Посмотрим, как получится. Пойдет кто из людей. Может, кто-то и придет. А так вот, видишь, надо вообще определиться с этим, просить у Господа, да, ну, такой красноречивого более человека надо избирать, чтобы на нем было вот это вот от Господа, знаешь, дано, чтобы он увлекал, увлекал людей своей речью. То есть оно не должно, вот, как защитывание быть, ну, как священники защитывают вот в храмах, да, да, это увлечь должен человек, это живая должна быть проповедь, чтобы человек стремился, ну, так, а что же там дальше-то? Да, вот даже я к сектантам ходил, ну, как бы показывать истину православия, вот, такие мини-диспуты с ними устраивали у нас в городе. И они говорят, что мы первый раз встретили человека, ну, православного, который по Библии может что-то, ну, нам показать и, ну, свою веру, как бы, доказать. Потому что, говорит, сколько мы не общались там, все, как узнают, допустим, мы протестанты, просто, а, ты сектант, и все, и уходят. А по Слову Божию вообще там не общаются. Ну, потому что так научно, папами вот так напуганы, и все. Да. Правды не знают, вот, и, конечно же, ну, до недавних времен оно так и было в православии, вот, оно пошло, становление, можно сказать, с 90-х годов, и она, как бы, вот эта вот тема утвердилась, вот, в православной церкви. Это вот недавно, последние несколько лет Господь стал, ну, с помощью, опять, того же интернета, стал выдвигать людей, которые хоть что-то начали говорить о Писании, о Господе, в православии, я имею в виду. А так, все же было такое, ну, забетонировано, все было нагло. Да, не было таких проповедников. Ну, вот, с людьми, с людьми, вот, общаюсь, допустим, с такими уже, которые в 90-е годы обратились, да, они, в принципе, тяжело их уже переформатировать. Они же, как, на что заточены, там, поехать найти того старца, да, и вот они проездили вот так, кто 15, кто 25 лет, понимаешь, в каких-то поисках, непонятно, чего искали. А искали людей, которые рассказали им, как нужно правильно жить, как стать счастливыми, понимаешь, а приезжая, вроде истории об этом человеке, там, о, да там такой человек, там, святой, невообразимый, все. А она приезжает, видит совершенно обычного человека, раз, разочаровывается. Там раз, слух опять какой-то слона, поехала другого искать. Ну, так вот и проходило все, и так называемое, воцерковление. Ни о чем. О Писании никто и слова не говорил. Одни чудеса, а одни чудеса. Да потому что живого Бога не знают, вот и ездят туда, там, на те чудеса, туда, туда, туда. А Господа так и не встретили, можно сказать. А на этой человеческой слабости и сыграло центральное телевидение. Оно-то видит людей, вот это, таких жаждущих, можно сказать, которые ищут чудес. Понимаешь, они на этом стали зарабатывать, на привозе мощей, вот на всем этом. То есть, опять же, вот эти мощи, как привозят, ты видишь на первых каналах, я не знаю, на каком канале, там, вот Малахо, вот это на первом, наверное, да? Ну, да, вроде, да там все по всему. Вот. И все, и глава, ты видишь, ты понимаешь, по телевизору, и люди начинают съезжаться со всей страны. Да, слышал такая есть, это, проект «Синий луч» или «Голубой луч»? Что-то такое. Не на что это. Ну, там сейчас такая штука, что может такой эффект сделать, как бы, ну, в реальном времени, как бы создать этот проектор такой, ну, допустим, того же самого инопланетянина, там, сделать, что как будто он живой будет, ну, вот через вот этот проект «Голубой луч». Посмотрите, вот посмотрите тоже в интернете, там, много уже такой информации. Ну, это типа того, что, как это называется? Как это забыл? Можно сказать, как график. Там то ли через спутник, то ли как-то так делают, что как будто вот действительно вот тут акула сейчас как будто проплыл. Я вот под этим названием. Да не, я об этом уже давно знаю, еще с 70-х годов, что сатана будет являть себя вот именно посредством вот этих технологий. То есть чудеса все его происходить будет, то есть на небе он будет Господа являть, там, и возможные, всевозможные вот эти обведения. Да уж. Надо объединяться все. Да, об этом, где, если и говорят, что-то какие-то видео, лучше не смотреть на все это. Не надо этим интересоваться, увлекаться этим, не надо. Понимаешь, это оно, этот весь интерес, мы правильно, мы люди такие любопытные все, мы Господом так созданные в любопытство вот это. Но оно тоже должно быть такое, как это называется, разумным, да? Не надо переходить какие-то черты, потому что если любопытство, нам надо любопытствовать как душу свою, спасибо. Ну, где интерес надо проявлять, а там вот за этими чудесами, ты понимаешь, он же интерес, он туда и заведет, где однажды и что-то увидев, ты сможешь поверить в это. Ну да, я поначалу, как только начал все изучать, тоже, можно сказать, подсел на вот эти всякие ИНН, там, печать Антихриста, все, думал, ого себе, уже, типа, как так. Потом, ну, уже более углубился, понял, ну, все нормально, это еще не то. Ну, что, народ ожесточается только и все. Люди Божии, они все это узнают и Господь им скажет, когда пора. Ну да, только из-за вот этих вот раздор, можно сказать, между людьми происходит и все. Да, конечно, а сатана так и делает. Людей друг другом разделяет и все. Ну, а что, вот смотри, я занимался этим около 12 лет. Ну, все, вот еще начинал, когда в интернете вообще практически информации никакой не было об этом. Ну, писали только некоторые, редкие-редкие люди писали, только ни роликов не было, а вот только статьи какие-то выходили. Ну, тогда еще интернет не такой был, как сегодня, конечно. Вот, и тогда я уже увлекся, проникся этим. И уже начал рассказывать людям. Ну, и вообще, ну, тогда вообще никакой информации об этом не было. Ты что, с ума сошел? Говорит, да будут чипы люди вставлять, будут, уже, блядь, будут чипы. Вот, читайте откровения, видите. И причем тогда уже писали, с какой очередностью это будет проходить, какие условия сделают для того, чтобы людей привлечь к этому начертанию. И оно все сейчас сбывается абсолютно. Ну, какой-то пророк писал и просто статью писал в интернет, выставлял. Вот. И все, все сбывается. Ну, ты видишь, оно к чему пришло. Ну, понятно, все сбывается. Ну, вот вы демонстрации какие-то там все там устраивают, вот эти вот раздоры, да. Толк-то, смысл какой в этом. Они со своей программой, они идут уверенно, понимаешь, вперед. Их никто не остановит. Никакие там митинги ваши, никакие пропаганды в интернете ваши, там, склоки. Их не остановят. Ну, да, тем более, сейчас специально еще умышлено делать вот эти электронную коммерцию, чтобы деньги вообще, наверное, убрать. Это нормальный ход развития. Это, понимаешь, если уже попустили развитие, вот это, если оно пошло, пошло оно, можно сказать, с 18 века. Ну, даже не с 18 века, а с изобретения колеса и металла это все началось. И достигло сегодня вот такого прогресса. А что там, его прогресс невозможно остановить. Это все держится на человеческом интересе, опять же. Человек, это по-богу человек, он развивается в Боге, развивается в Новоплодской человек, он по плоти развивается, ему интересна материя, правильно? И он в материи ищет развитие. Конечно же, это не остановится. Да, я к тому, что, чтобы когда уже специально электронная коммерция будет, и тогда вот уже может и будут стоять эти все печати. Потому что ни денег, ничего не купить, ни продать, не смогут уже. Мы еще пока до этого, еще мы не определились, понимаешь, как будет оно начертание. Это не печать, это все называют печать, да? Нет, сейчас-то я не говорю. Это начертание. Начертание, это вот именно штрих-ход, да? Им нужно нанести, потому что мы же видим сейчас, да, оно уже прошло, вот эта программа с нанесением штрих-ходов на все товары, да? Осталось поставить сегодня. Оно уже, можно сказать, начертание имеет каждый, но оно как бы снаружи, вот у всех в смартфонах, вот в этих телефонах, да? Каждый с собой носит его пока что. То есть мы пока носим его с собой. Но его скоро предложат внутрь себе поставить. Вот как только предложат его внутрь себе поставить, вот тогда и нужно будет отказываться. Тогда сопротивляться нужно будет. А что они протестуют против этого начертания? Я сами, че, на эти компьютеры с начертанием общаются. Ты же используешь это начертание в своих целях. Паспорта выбрасывают там, я не знаю, и, наверное, отказываются, а все остальное применить, пользуются всем остальным. Как говорится, ревность не по-разному, можно сказать. Да, конечно, тут такая ревность уже. Все понятно. Так, ну ладно, Сергей, спасибо было за беседу, рад был познакомиться. Побегу я за детьми. Давай, Роман, я тоже рад. Давай, с Богом, с Богом. Хорошо, еще будут вопросы, я даст Бог, наберу. Хорошо, хорошо. Все, благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok